В последние годы огульные застройки Белокаменного породили на теле города многочисленные раковые образования. В борьбу с болезнью вступали сотни севастопольцев, однако ее распространение остановить не удавалось. Участники движения «Застройки.нет» предложили установить памятник коррупции. В честь застройщиков, чиновников, архитекторов, которые участвовали фактически в уродовании внешнего вида города Севастополя, во-вторых, они давали разрешение на строительство зданий жилых там, где нет сетей, которые выдержат, где нет парковочных мест. Разместить монумент предлагают на мысе Хрустальной. Именно здесь самая высокая концентрация градостроительных диверсий. Образ памятного знака будет собирательным. Основными мотивами скульптуры могут стать скандально известные объекты города. Сейчас мы находимся на еще одном очень спорном, можно сказать, интересном объекте, по поводу которого тоже было большое количество возмущений общественности. Но есть одна хорошая новость, можно сказать. Есть постановление правительства, которое обязывает застройщика и торговый центр «Диалог» вернуть общегородскую лестницу городу, которая как раз-таки находится за моей спиной, которая была, можно сказать, варварским, вандальным методом приватизирована. Чтобы задать новый тренд борьбы с коррупцией в России, представители движения «Застройки.нет» обсуждают разработку титульного экскурсионного маршрута по скандальным знаковым местам Севастополя, в том числе для чиновников из других городов. В далеком, хотя не таком уж и далеком, в 2006-2007 году, рощерком чего-то пера за моей спиной, фактически под слоем бетона был подхоронен еще один огромный район древнего ХСНСа. И очень хотелось бы, чтобы таких поступков в дальнейшем не происходило, потому что это тоже наша история. В ближайшее время общественники обратятся в правительство Севастополя с заявкой на предоставление площадки для реализации идеи. Макет монумента планируют разработать совместно с Союзом архитекторов Севастополя. В создании памятного знака могут принять участие и севастопольцы. Идеи от горожан принимаются на сайте «Движения.застройки.нет» и по электронной почте. Самый интересный проект получит в какой-то мере вознаграждение и благодарность от жителей Севастополя и непосредственно от организации «Застройки.нет». И именно этот вариант будет воплощен в жизнь, если опять же мы получим разрешение от правительства. А я надеюсь, мы его получим. В случае, если руководство города не согласится с намерениями «Застройки.нет», активисты будут добиваться установки специальных табличек и ироничных указателей рядом со скандально известными севастопольцем объектами. А также увековечат имена архитекторов и служащих городской власти на фасадах зданий с сомнительными строительными решениями. Ксения Богинская, Денис Александрович, Севинформбюро.